Детская панамка Детская панамка Я буду вязать панамку на куклу Такая у меня модель Берем метровую ленту и измеряем наше изделие будущее Для начала ширина головы 37 Прописываю окружность головы 37 И длина изделия. Длина изделия будет составлять половинную мерку от точки под шеей и до лба. То есть, до куда я хочу, чтобы доходила моя шапочка. 24. 24 делим на 2. 12. То есть, длина изделия 12. Так, пока мне кукла больше не нужна. Вот эти мои мерки. 37 и 12. Предварительно я должна сделать образец вязания из той пряжи, которую буду вязать. Я буду вязать из детского легкого акрила. Это такая полулегкая шапочка. Я знаю, что у меня 4,5 ряда и 2,5 петли. Вот это петельная проба моего вязания. И теперь смотрим, что я должна сделать. Я должна вязать прямоугольник. Вот здесь у меня будет поля шапочки. Поля занимают... Поля будет 3 сантиметра. На поля я не буду делать большие. Я знаю, что вот этот мой фигурный край, я просто знаю, что он занимает 3 сантиметра. Поэтому я так смело это пишу. Остальное 12. Вот здесь вот 9. Но из них... Наверное, 3 сантиметра пойдет на сборку. 4 сантиметра на сборку и 5 на прямое полотно. Вот так распределяем наш рисунок. Для того я должна связать 3 сантиметра поля и 9 сантиметров прямого полотна. Но из них 5 сантиметров прямого, а 4 пойдет вот так вот ступенечками. Я буду вязать ступеньками убавку. Такую постепенную. Можно, конечно, сделать одну большую общую стяжку, а можно вот так постепенно убрать всю макушку. Можно сделать клинушки. То есть, если вы хотите по-другому оформлять затылок, вы можете это сделать. Теперь мне нужно выяснить... Так, вот здесь вот 37 сантиметров. Беру калькулятор и считаю. Калькулятор. 37 умножить на 2,5 равно 92. Значит, вот здесь вот 92 петли. 5 умножаем на 4,5. 22 ряда прямого полотна. И 4 умножаем на 4,5 равно 18. И 18 рядов на убавочке. Итого я должна провязать 3 сантиметра. Я знаю, что мой фигурный край занимает 3 сантиметра. Я его даже рассчитывать не буду. И все остальное, после того, как я провяжу фигурный край, я должна провязать 22 плюс 18 сантиметров. 18 я поделю на 3 по ходу вязания. То есть, я знаю, что мне 18 рядов надо связать. Я в процессе вязания уже эти 18 рядов распределю на убавки. Теперь очень интересный момент. Количество петель, полей, шапочки. 92. Ну, берем 90. Округляю. Неудобнее. До целого. Это количество сантиметров на шапочку. Вот вокруг головы, которая пойдет четко, должна идти вокруг головы. Но я знаю, что поля у меня занимают гораздо большее количество петель. Сейчас я вам покажу. Я предварительно связала пробник. Вот этого края интересного волнистого. Я знаю, что один вот этот фрагмент занимает 10 петель. После чего я делаю в каждом 10 петельках убавку 4 петли. И у меня получается исходное вот это количество, которое пойдет на голову. То есть в каждых 10 петельках я убираю 4. Итого получается 6. Вот в чем сложность. 6 петель это один вот этот вот уголок, которым я должна прибавить 4. То есть я провязываю вот эти уголки. В каждом уголке убираю по 4 петли, получаю количество петель нашей головы. То есть если у меня 90 петель, это значит, из них я уже убрала из каждого фрагмента по 4 петли. Это значит, что 90 делим на 6, потому что у меня в итоге получается 6 петель. Так, равно. 15. 15 фрагментов. То есть у меня 15 таких вот фрагментов должно быть для того, чтобы получилось такое исходное количество петель. 15 значит 150 петель. Виток 150 петель. Еще раз объясню. Каждый уголок занимает 10 петель. После убавок у меня получается 90 петель. В каждом уголке я убираю по 4 петли. Итого каждый уголок в итоге занимает 6 петель в конце. Чтобы определить исходное количество петель, я просто 90 петель, которые мне должны получиться по голове, делю на 6 петель, которые получаются после убавок. Получаю 15. 15 вот таких вот уголков я должна связать. Каждый уголок занимает 10 петель. Итого 150 петель я набираю. Провязываю вот эти уголки. В каждом уголке убираю 4 петли. Делаю общую такую большую стяжку, убавку внутри полотна. И получаю исходные 90 петель для вязания основной шапочки. Вот такой сложный расчет. Но зато у меня получаются совершенно безупречные и красивые поля. Совершенно необычные и хорошо стоящие вокруг головы. Если вы не хотите делать отстоящие от головы поля, вяжите на 90 петельках, у вас будут поля стоять прям вот по шапочке. Тоже вариант. Они не будут отстоять именно полями, будут просто подгибом. Вот такой вот интересный подгиб будет. Если же вы хотите, чтобы поля стояли, берите, вот как я, добавляйте по 4 петли и получаете исходное количество. Если на машинке не хватает петель, это тоже может быть, добавляйте тогда не 4, а по 2 петли. То есть смотрите, все зависит от того, какой размер головы, с какой пряжи вы вяжете. Главное, чтобы мы прошли в машинку. Если не хватает прибавка 4 петли, берите по 2. Тогда у вас получится 90, те же 15. Но учитывая, что в каждой из них уже не по 10 петель будет, а по 8. 15 умножить на 8 равно... У вас получится 120 петель. Это уже гораздо проще. Машинку пройдет точно. Тоже вариант. Итак, я набираю на машинке 150 петель отделочным цветом. Я набрала 152 петли, потому что каждый раз, когда я вяжу любое изделие, я должна сделать шов. Один петельный столбик я добавляю с каждой стороны на сшивание. Если я это не сделаю, мне придется брать петлю из основного вязания. А у меня все петли рассчитаны, поэтому такое позволить я не могу. Основное вязание это основное, плюс к расчету по 2 петли. По одной петли с каждой стороны. То есть у меня получается не 150, а 152 петли. И я провязала на более рыхлой плотности 5 рядов. Почему на более рыхлой? То есть основная плотность рабочая, у меня пятерка идет. Вот этот подгиб я связала на шестерке. Более рыхло, чем все остальное вязание, потому что это самый растянутый край. Чтобы он мне не стягивал вязание, я его провязала просто немножко порыхлее. И количество рядов. Оно зависит от того, сколько я должна провязать, чтобы могла край этого вязания натянуть на иголки. Минимальный. Вот у меня минимальное количество, это 5 рядов. Для того, чтобы я могла дотянуться. Вот эти протяжки с трудом, но надеваются на иголки. Это тот минимум, который мне нужен. 4 это уже совсем тяжко. 6 это хорошо было бы, но раз я могу справиться на 5 рядах, я провязала 5 рядов. Сразу поставила рабочую плотность 5 на каретке, чтобы не запутаться. Закончила вязание на какой-то измененной плотности, сразу ставлю рабочую. Не откладываю это в долгий ящик. И теперь надеваю все протяжки на иголки. То есть я делаю подгиб. Просто подгиб минимальный, какой только возможно. Самый-самый простой подгиб. Если вы начинаете со вспомогательной нити, все то же самое. Вы вяжете вспомогательной нитью, переходите обязательно ряд катушечный, чтобы облегчить себе работу. Переходите на рабочую нить, основную. Провязываете количество рядов, которых вам хватит, чтобы обернуть иголки и надеть открытые петли на иглы. И надеваете. Ваша вспомогательная нить остается висеть внизу и оттягивает полотно. То есть вспомогательную нить не снимайте и не перевешивайте оттяжки на основное вязание. Пусть именно это вспомогательная нитка несет на тебе всю нагрузку и деформируется. И так надеваем все петли на иголки по всей длине полотна. После того, как надели все петли на иголки, у меня получился маленький-маленький подгиб, я делаю соединительный ряд. Я его тоже сделаю на 6-й плотности, как вязала подгиб, для того, чтобы не было явно выраженного рубчика и не было стяжки полотна. Один ряд тоже на 6-й плотности. И ставлю рабочую, пятерку сразу. Все. Теперь красный цвет мне пока не нужен, я его оставляю с той стороны. Вязать буду с этой. Начинаю ввязывать уголки. Каретку перевожу на вот эту сторону, поскольку мне удобнее здесь вязать. Беру желтую ниточку основную. Поставила плотность рабочую. И все иголки в переднее нерабочее положение. Те, у кого машинки автоматически вводят иглы в работу, отключайте рычаги частичного вязания. Рычаги частичного вязания отключить. Иначе они введут работу на все иголки, и уголков не получится. Каждый уголок занимает 10 петель, как мы с вами уже посчитали при расчете шапочки. И вот эти 10 петель у меня будет вот так вот занимать этот уголок. Центральные 2 петли получаются. Там, так, 3-4, 3-4, да, вот они. 2 петли. Если бы у меня было нечетное количество игол, то уголок был бы остренький, с одной иголкой. Но 10, значит 10. Вы можете брать любое количество игол, просто на машинке отмечаете вот эти вот фазы, фазы маленькие, уголки. Можно делать огромные уголки, будет большой уголок, ярко выраженный, на большую панамку. Вязать быстрее, проще, легче. Можете делать в 2 раза меньше. Тогда будут маленькие-маленькие уголочки, но это кому что нравится. То есть самое главное их отметить, пластырем, скотчем бумажным, как угодно на машинке наклеите, и тогда вы не будете путаться. Все будет просто. На глаз лучше не делать, отметка должна быть. У меня это серебряные платинки, только поэтому я и взяла 10 иголок. Так, рабочая нить. 2 центральные иглы. И те иглы, которые идут с начала полотна, остаются в работе. Остальные иголки, переднее нерабочее положение. Все иглы двигаю руками, провязываю один ряд. От начала до этих вот 4-х иголок. Дальше. Все иглы, кроме двух, убираю в переднее рабочее положение. У меня в работе 2 иголки. Провязываю на них. Видите, обвила иглу, стоящую рядом, и провязываю один ряд. Если у вас нити вот, вот вы провязали, у вас нитка легла на все иголки, вы просто эту нить завели за крайнюю иглу, и когда вы будете вязать, она у вас сама обовьет иголку. Я это делаю руками, поскольку у меня ручная прокладка, и провязываю один ряд. На двух иголках. И теперь то же самое. Обвиваю иглу, стоящую в переднем рабочем положении, ставлю в работу иголку с противоположной стороны от каретки. Провязываю ряд. Обвиваю иголку, стоящую в переднем рабочем положении, ставлю в работу иглу, противоположную от каретки. Провязываю ряд. и вот так вот ставим по очереди иголки я провязываю 10 петель последняя иголочка до платины и последняя иголочка с этой стороны вот эта иголка который у меня крайне на сшивание на работе не участвует она стоит ее я в работу не ввожу я провязала первый уголок вот он вот эту вот нитку надо конечно затянуть и не завязала сразу завязала ниточку иначе она чуть не сделала тут такую слабую петлю так теперь обвиваю углу стоящую в переднем рабочем положении и и я не трогаю ставлю эти все иголки в рабочем я должна перевести нить на следующий уголок я могу конечно оторвать и начать нуля но у меня будет куча не так вот отсюда болтаться которая должна буду как-то убирать я это очень не люблю поэтому я просто переведу нить на следующий уголок раз два три 4 5 6 6 игл ставлю в рабочее положение здесь остается 4 то есть до двух вот этих вот центральных я оставлю все в работу и провязываю ряд сразу убираю все иголки переднее рабочее положение у меня нить переехала на следующие 10 петель и находится вот здесь в центре уголка это то что мне было нужно для того чтобы не плодить кучу-кучу ниточек не рвать это все и теперь провязали вот у меня как будто бы легла сюда нить я ее пропускаю между двумя иголками то есть обвиваю иглу стоящую в переднем рабочем положении провязывают на двух иголках ряд обвивая иглу стоящую в переднем нерабочем положении ввожу в работу иглу с противоположной стороны от каретки каждый раз ввожу иглу с противоположность то есть я увеличиваю вот так вот уголком мое вязание обязательно обвиваю не иглу иначе у меня будет не эстетичная такая дырочка тут и с противоположной стороны от каретки ввожу в работу иголку до 10 игл каждый раз увеличиваю вязание на одну иглу каждый ряд противоположной стороны от каретки десятую иглу я тоже убираю и обвиваю иглу вот следующего треугольника я этого не боюсь так обвила но у меня уже 10 игл стоит вот поэтому я ставлю в работу шесть игл следующих и так далее я перехожу на следующий треугольник то есть вот эти 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 центральные иголки у меня провязываются сразу все иголки ставлю вперед работаю только на двух провязываю на двух иглах и с противоположной стороны от каретки знаю выводить иглы в рабочее положение руками таким способом я вывязываю все треугольники последняя иголочка обвиваю углу стоящую впереди от относящуюся уже провязанному треугольнику и ввожу в работу следующую партию довожу нить до центра следующего треугольника этот ставлю передней рабочей положите с какой скоростью я вывязываю уголки вам тут спицы мешают игла но сейчас уберу иголки посмотрите что у меня уже готовые уголочки вот они вот так вот они выглядят причем очень аккуратно и даже если панамка наша будет подниматься вот этот вид совершенно не испортит вот этот вот эти петли не испортит вид они очень аккуратно смотрятся и за счет того что мы делали увеличенную плотность такую свободненькую рыхленькую вот этот край у меня очень свободно выдержат эти уголки потому что у меня достаточно большое такое натяжение он ведь весь неравномерный волнами вот так и пойдет таким способом я вывязываю до конца полотна уголки не забываю что у меня каждый раз нитка переходит на следующий уголок до конца полотна после того как провязали все уголки ставим рабочее положение иголки у кого они встают сами по себе от машинка просто включайте рычаги частичного вязания они поставят все иголки в работу и провязываем соединительный ряд можно даже два ряда один такой будет легче один на рабочей плотности и второй ряд на котором будем делать вот эти вот наши массовые убавки на плотности по свободнее только для того чтобы было легче пересаживать я сделаю шестерку и еще один ряд все сейчас мы приступаем к очень важному моменту мы будем делать убавки убавки можно делать по одной петельке можно делать по две я буду делать двух игольным декером вот видите два ушка у него две иголочки и помните сам начальник говорил что из 10 иголок мы делаем 6 рабочих отступаем от краешка нашего уголка одну углу двухугольным декером делаем такую большую убавку то есть пересаживаем две петли на то же самое здесь две петли пересаживаем на 2 аккуратно чтобы не сбросить ничего у нас получилось видите вот такие вот большие убавки внутри каждого уголка то есть вот эти две петли я могу сразу сдвинуть мне потом все равно придется сделать движку на чтобы они не пытались убежать потому что натяжение большое и в итоге у меня вместо 10 петель получается 6 вот это то к чему мы с вами и придем то же самое здесь вот эти вот иголочки я ставлю вперед чтобы они не потерялись у меня две иглы я пересаживаю на 2 2 петли на центральной иглы видите у меня получается 456 вот шесть игл у меня получается вместо десяти и вот так дальше я убираю петли для этой провязывала более свободной плотностью потому что натягивать это достаточно тяжело как вариант вот это все сейчас все таки пересадить сразу на вспомогательную нить я не рекомендую просто потому что можно запутаться где чего надевать вот это все можно будет снять на вспомогательную ниточку после того как мы все переоденем все иголки эти петли на иглы нужной последовательности поставим можно Начнять на вспомогательную нить и просто стянуть. Но проблема в том, что если опыта большого пересадок нет, то вот эти две петли тяжело ловить и насаживать. Поэтому что делать? Либо делать большую-большую стяжку. То есть каждый раз использую самый максимальный декер, какой у вас есть. Передвигать, начиная с конца, ближе к центру, все иголки по очереди. Закрывая вот эти дырочки, которые у нас получились. Потому что вот этих отверстий быть не должно. Все иглы должны встать ровно. И мы получим не 150 петель, а 90. То, к чему мы должны стремиться. Поэтому как вы будете делать, это уже ваш вариант. Я буду делать массовое сдвигание, используя те декеры, которые у меня есть. Постепенно сдвигая все вязание. Это может быть не самая интересная работа, не самая такая творческая, но она зато надежная. Надежнее, чем вспомогательная нить в данном конкретном случае. Потому что я не упущу ни одну петлю и не потеряю вот эти вот сборочки. Так, сказала, не упущу, и тут же отпустила ее. Но это технический момент. Вот. Еще один декер. Вот все декеры, какие есть, могу собрать. Сразу навесить максимальное количество на все. Где-то у меня двухугольные, потом еще четырехугольные. И максимально сдвинуть. После этого сдвинуть еще раз. И таким вот таким, не очень быстрым способом, но я получаю очень аккуратную и очень качественно выполненную сборку моего полотна по всему изделию. Поэтому сейчас делаем убавки и сдвигаем все полотно к центру с обеих сторон. Можно воспользоваться гартер-баром. Если у вас есть гартер-бар, это просто подарок судьбы. Но у кого его нет, вот такие вот долгие способ. Такой долгий, но, в общем-то, надежный способ. Выполнили общую стяжку полотна. У нас получились наши зубцы. Ни одной дырочки. Видите, все петли идут. Одна за одной. Получается, что четыре иглы с двумя петельками, две по одной. Четыре с двумя петельками, две по одной. Из десяти игл каждого уголка мы сделали шесть. Дошли до девяносто петель, как и хотели. У меня девяносто петель. Здесь пятьдесят, там сорок. И по одной игле с краев. То есть у меня девяносто две петли. Одна петля на сшивание у нас никуда не девается. Она вот так вот и переехала. И постарайтесь перенести петли. Либо заново, если сложно, заново переклеите их на машинку. Но это будет потом, когда мы будем с вами вывязывать макушку. Макушку уголками тоже, но немножко другими. Поэтому вот эти вот по десять игл нам еще пригодятся мерочки. Либо просто потом наклеим бумажки, если уже тяжело перевешивать, сдвигать иголки. Так, теперь ставим все в рабочее положение. Самую сложную работу мы выполнили. Такая большая стяжка, это действительно сложная, кропотливая работа. Самое главное не упустить ни одну петлю и не разлохматить их в процессе пересадки. Зато оно того стоит. Очень хорошо это получается. Берем контрастный цвет, который мы делали подгиб. И провязываем пару рядочков. На рабочей плотности все. Ставим рабочую плотность. Про увеличенную, более свободную рыхлую мы уже забыли. Больше она не понадобится. На рабочей плотности давайте три ряда. И учитывая, что эти три ряда у меня уже пойдут в расчет полотна. Включаю три ряда. Так, теперь мы с вами можем сделать дырочки для шнура. Дырочки для шнура делаются как простые ажуры. 90 петель, если через каждые три иголочки буду делать на четвертую. Три на четвертую, три на четвертую. Можете вот так вот прикинуть, как у вас получится. Насколько аккуратными получатся дырочки. Так, получается три и две. Нехорошо. А если я сдвину, получится здесь две, там три. Значит, смотрим другой вариант. Подыскивайте вариант, который вам понравится. Чтобы дырочки были равномерные, поскольку нам надо будет шнур через них. Ну, в принципе, с другой стороны устроит меня такое. Вот. Зашьем пять. Там все равно у меня сзади будет бант. Поэтому это не так важно. Берем обычный декер и переносим петлю на соседнюю углу. Вот те, которые мы выставили вперед. Так и делаем. Можно делать равномерные, можно наоборот делать так, чтобы неравномерные были дырочки. То есть это уже на ваше усмотрение. Мы сейчас делаем просто ажуры, в которые вставим шнур. Дырочки для шнура. Или бант, шнур, все что угодно. У нас должна быть отделка красивая. Мы для нее готовим место. Можно, кстати, шнур и не вставлять. Просто сделать эти ажуры. Они будут выполнять чисто декоративную функцию. Ставим все иголки в рабочее положение. И еще три ряда. Розовой ниточкой. На рабочей пятой плотности. Да, все правильно. Мы начали вывязывание уже шапочки. Теперь по просчету у нас 22 ряда. Берем желтую нить. И 22 ряда либо рисунком, либо кулиркой. Как вам больше нравится. Можно делать какие-нибудь ажурчики, пересадки. Что-нибудь такое простенькое. То есть можно любой-любой рисунок. Розовая нить мне больше не нужна. Я сейчас делаю желтую шапочку. Желтую. Вот, видите? Значит, подгиб очень свободный и рыхлый. Он прекрасно встанет вокруг головы. И вяжем 22 ряда. Тем рисунком, либо той кулиркой, которую мы выбрали. До начала вывязывания листиков. Я при вязании шапочки выполняю ажуры. Две иглы, которые вокруг моей 10-ой плотинки, ставлю вперед, чтобы не запутаться. Первая игла остается. Вторую иглу пересаживаю на третью. Девятую на восьмую. Первый раз я делаю одноигольным декером, второй раз двухугольным, потом трехугольным. Всего лишь такая вот многодекерная пересадка. Многоигольным декером. Две иглы, чтобы не запутаться, ставлю вперед. Потом я буду видеть, где у меня ажур и уже точно не запутаюсь. Но в любом случае, вот эти вот меточки, они у нас должны быть. Если вы будете делать какой-то рисунок, ориентируясь на какое-то количество петель. До конца убираем петли по такому принципу. Вторая на третью, девятая на восьмую. Все-все иголки в рабочее положение. И из переднего, и из заднего положения. Смотрите, чтобы провязала все, нигде ничего не застряло. Этот рисунок относится к простым, но требует тоже внимания и небольшой сосредоточенности. Два ряда. Двухугольный декер. То же самое. Две крайние иголки. Не трогаю. Двухугольным декером. Пересаживаю на одну петлю с этой стороны. У меня получается пересадка двух петель. На самом деле рисунки могут быть абсолютно любые. То есть это взято по наитию, что называется. Можно брать любой образец. Если вы вяжете руками, заходите на сайт избавязания. Там масса-масса очень красивых образцов. Выбирайте любой. Самое главное, чтобы при вязании у вас раппорт полностью был провязан и заканчивался. Не было никаких пусков и хвостов. Иначе при сшивании у нас шапочка получится некрасивая. Рисунок не должен нигде прерываться. До конца убираем. Провязываем два ряда. Берем три иглы. Провязываем два ряда. Но у нас все. Три иглы это максимум. Потому что мы пересадим на вот эту иголочку. Все. И опять с одной иголочки. Либо вот этими тремя продолжаем. И потом две, одна. Три, две, одна. Одна, две, три. Как угодно. В любой последовательности вот эти декерные пересадки, они все равно будут очень красиво и интересно смотреться. Можно будет в другую сторону ввести. Три, две, одна. Только уже в другую сторону. У вас дырочки пойдут посередине. Очень интересные варианты. В любом случае делайте так, как вам удобно. То есть в начале я один декер, два декера, три. Потом три, два, один. Только уже в обратную сторону. У меня ажура получится посередине. Тоже вариант. Как угодно можете вязать. Можете вообще кулиркой связать. Все будет тоже все равно очень красиво. Наша задача провязать 22 ряда. Вот таким способом. Из них шесть учитываются уже. Вот эти шесть, которые мы провязали для шнура, для бантика, тоже входят в расчет. Не забывайте. Провязана часть, которая у нас должна была идти прямым полотном. Я закончила розовой ниткой, потому что рисунок сам собой завершился. Я сделала трехугольным. Один, два, три. Три, два, один. То есть я сделала вот такие уголки. И начинать заново рисунок я не стала. Просто недостающие количество петель рядов провязала розовой ниткой. Получилось розовое-розовое по краям желтого ажура. Тоже очень интересно. Это тоже вариант такой отделки. После этого один ряд я провязала желтый для того, чтобы перевести ее в эту сторону. В принципе, можно было и там начинать уголки. Но я хотела разделить желтое и зеленое вязание. Поэтому моя задача сейчас связать уголки. Вяжем практически то же самое, что мы делали внизу. Все иглы в переднее нерабочее положение. Да, еще такой момент. Нам опять нужны 10 игл. 10, либо 12, либо 20. Вот смотря какие уголки вы будете делать. В принципе, можно сделать и большие, можно маленькие. Мне удобно 10, потому что кукла маленькая, шапочка маленькая. И разметка на машине уже присутствует. Поэтому я даже не буду ничего придумывать. Если вы хотите другие какие-то мерки, пожалуйста, на машинку наклеивайте скотч. Бумажный, либо пластырь. Очень удобные меточки. И тогда вы точно не запутаетесь. Но делать это надо обязательно, иначе легко сбиться. Не рассчитывайте на свое внимательное. Кто-нибудь отвлечет и все. И придется переделывать. Делаем все то же самое. Уголок, только вставим в рабочее положение 10 петель. И провязываем на 10 иголочках. Обвили иглу, стоящую в передней рабочем положении. Выставили вперед иглу в крайнюю. Делаем все то же самое, только в обратном порядке. Мы уменьшаем количество игл. Если внизу мы количество игл увеличивали, здесь уменьшаем. Вывязываем уголок на уменьшение. До минимального количества, то есть до двух иголок. На двух иголках еще раз. И обвили, переводим нить на другую сторону. Ставим в рабочее положение все 10 соседних иголок. Тут же убираем этот десяток вперед. У меня остается 10 игл, на которых я начинаю провязывать уголок. 10, и по одной убираем. 9. Так до конца. Как вам удобно. Не бойтесь сбиться и не бойтесь что-то напутать. Ставим в рабочее положение все иголки. Остаток вот этой части и все 10 следующий. Тут же убираем свой десяток обратно. На 10 иглах. Обвили иголочку. На 10 иглах провязываем ряд. И по одной убираем. Вывязываем уголки кверху. Опять же, если вы не хотите так делать, вы можете каждый раз начинать заново. Но у вас будет много-много торчащих везде ниточек. Вам придется их убирать. Такой способ перевода вязания исключает... Ну, дает нам возможность не рвать нитку постоянно и не устраивать себе кучу и кучу хвостов, висящих вот так в середине вязания. Так гораздо удобнее. Быстрее и... Ну, экономичнее, что ли. Не надо ничего начинать, не надо придумать, не надо вязать узлы. Все очень просто. До конца шапочки. Видите, это все идет очень быстро. Провязывайте. Сейчас будем переходить на листочки. Две. И ставьте в работу остатки этого уголка. И переходим на следующий. И таким способом довязывайте до конца шапочки. Когда я закончила вывязывание желтых уголочков, могла сделать красные, было бы тоже интересно. Была бы красная верхушка. Могла сделала желтые. То есть цвет тут совершенно не важен. Моя задача сейчас провязать листики. Я закончила желтые уголки, а один ряд провязала зеленым. Для того, чтобы выровнять, сбить все обкрутки и выровнять ряд. Теперь моя задача провязать уголки зеленым. Но уголки не в этих 10 иглах, которые у меня отмечены, а наоборот, между ними, я должна выровнять вязание. То есть максимальное у меня вязание здесь. Теперь оно будет минимальный. Уголок у меня будет приходиться вот на эти две иглы. Поэтому две, так раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот относится к уголку, который у меня будет теперь на иглу в шахматном порядке. У меня остается здесь пять игл, которые я, собственно, и должна провязать. То есть я буду вязать увеличение на увеличение. То есть уголок у меня будет приходиться вот сюда. И я буду расхватить вязание. То есть если там у меня вязание сходилось, то теперь оно должно расходиться для того, чтобы выровнять. То есть вот здесь у меня будет минимум. Вот здесь максимум. Поэтому начинаю вязать отсюда. Провязываю. Вывожу иглу в переднее рабочее положение. Вывожу иглу. Вывожу. Вывожу. Провязываю на двух. Поскольку это у меня участие в работе не принимает. Все. Уголок, видите, я выровняла. Вот. У меня вывезен уголок. То есть вязание выровнено. Ровная полосочка. Теперь должна перейти вот сюда. Вязать буду на вот этих и на вот этих иголках. Вывожу. Поскольку теперь вот это у меня середина уголка. Был край, теперь середина. Убираю. Все. Все. Начинаю вязать как в самом начале. Вот как начинала, так я теперь и заканчиваю. Провязываю на двух. И начинаю выводить. Вводить в работу. Из переднего положения. Главное здесь не перестараться и считать иголки. Раз, два, три, четыре. Пятая. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все. Последняя с этой стороны. И раз, два, три, четыре. Пятая. Последняя с этой стороны. Все. Смотрите. Второй уголок. Вязание выровнено. У меня второй уголок связан. То есть ровная полосочка в итоге получается. До двух петелек обвиваю иглу. И до следующих двух центральных игол провязываю на всех иголках. Сразу убираю все, кроме двух игол. Перевела ниточку. Начинаю вводить в работу иглы с противоположной стороны от каретки. Главное не просчитаться и не ввести больше, чем надо. Иначе мы перекосим вязание. Раз, два, три, четвертая. С этой. Четвертая с этой стороны. Пятая. Последняя. Пятая. Так, раз, два, три, четыре, пять. Последняя. Провязали. Ставим в рабочее положение иголки. Не забудьте отключить рычаги частичного вязания. Не сказала, но это само собой. Если у нас во время вязания какие-то иглы в переднем положении, какие-то в рабочем, мы не забываем, что мы должны отключать рычаг частичного вязания. На двух иголочках и вводим по одной работе. Итак, до конца мы вывязываем листик наверху панамки. Раз, два, три, четыре, пять, пять. И в работу уголки до центра. И сразу убираем назад. Остаются две центральные иголочки. Видите, у меня уже вот так вот вывязываются уголки. Вот они. Уголки, уголки, уголки. Ну, почти листики. Вот так я их вывязываю. И до конца шапочки довожу вот эти вот зеленые уголочки. Вот получается у меня такая вот шапочка. Десять рядов у меня ушло на вывязывание... Так, тут не десять, тут меньше. Шесть рядов уходит на вязание уголка. Причем один уголок и второй. Вместе вот так вот они вяжутся. То есть вот смена цвета без смены нити. Видите, как все очень просто. Вот то, что у нас получается. Сейчас я провязываю пару рядочков на всех иголках зеленым. И теперь могу делать убавки. Теперь можно спокойно делать убавки. Для этого увеличиваю плотность на единичку. И провязываю ряд для того, чтобы улегчить пересадку петель. Теперь проще всего снять на вспомогательную нить, поскольку, ну, все-таки убавки, они легче делаются со вспомогательной нити, чем... Так вот, декерные убавки я рекомендовала только, когда у нас сложные какие-то фактурные, фигурные вот эти вот пересадки сделаны предварительно. А потом мы должны их собрать. Если же у нас просто убавка, снимаем на вспомогательную нить. Обязательно контрастного цвета. Можно использовать любую нить, мы ее не испортим, мы ее рвать не будем. Несколько рядов. Срезаем полотно. Мы заодно можем полюбоваться тем, что у нас получилось. Все получилось очень даже хорошо, интересно. Ну, вот, очень-очень здорово макушка получилась. Видите, как чисто, аккуратно, очень аккуратная чистая смена цвета. Никаких дырочек, никаких перекосов. Это вот такая вот интересная техника вязания. Если мы будем грубо менять нить, просто менять ниточку в процессе вязания, такого эффекта мы не добьемся. Ну, в виде жаккарда вязать, перевить им, это все гораздо сложнее. Вот этот способ аккуратнее гораздо. И симпатичнее. Никаких нету перекосов, никаких оторванных нитей, никаких протяжек, ничего. Так, теперь... Помогательная нить, видите, она загибается внутрь. И у нас отлично видны наши зеленые протяжки, которые мы спокойно надеваем на петли. В данном случае нам не важно, совершенно не важно, уже сохранять вот эти вот 10 игл, надеваем как наденется. То есть я сейчас буду надевать 2 иглы, надеваю 3-я убавку на каждой 3-й петле. То есть я надеваю 2 петли, 3-я убавка. То есть я должна буду убрать 3-й игл. Лучше всего это делать крючком. Это у меня такой остренький крючок. На сайте можно приобрести, если вам нужен и нет в комплекте машины. Либо декером, ушком, кому как удобнее. И зеленые ниточки. Крайняя иголочка не принимает участие в сборке, она идет только на сшивание. Раз, два, на третью, две петли. Раз, два, на третью, две петли. И так до конца. Две петли на свою иголку. Раз, два, на третью, две петли. Делаем убавку. Конечно, так гораздо быстрее и проще, чем собирать декерами. Но я как уже сказала, это все разные техники для разных нужд. До конца вязания надеваем на иглы. Убираем одну треть вязания. Надели полотно. Теперь белую нитку мы можем просто распустить. Вот я ее, видите, вытягиваю. И она просто распускается. Не свалить нить так, плотно. Вот, все, белая ниточка ушла. Полотно стянуто. Рабочая нить с этой стороны, с этой же стороны каретка. Провязываю четыре ряда. И повторяю эту операцию. На всех иголках. Используя ту же вспомогательную нить для стяжки. Провязываю четыре ряда. Основной нитью. Так, вот, нет, хвостик. Беру вспомогательную. И делаю все то же самое. Кстати, уже сейчас можно прикинуть на модель нашу панамку. И посмотреть, сколько реально не хватает рядов. Если совсем чуть-чуть, можно делать стяжку буквально две петли на одну иглу. Резкую такую. И затягивать затылок. Если есть еще возможность повязать, делайте еще стяжку через иглу, через две. Вот так вот. И смотрите, сколько конкретно сантиметров не хватает уже по месту. Это гораздо надежнее, чем расчеты, уверяю вас. Поэтому вот так вот шапочка немножко улеглась. Немножко вот так вот, посмотрите, она. Видите, принимает уже какой-то объем. Не перетянутая, не растянутая. Уже можно ее померить на ребенка. И посмотреть конкретное количество петель, которые мы должны провязать на макушке. Петель, конечно, рядов. И уже в эти ряды укладывать наши стяжки. Если осталось буквально рядов 5-6, значит сейчас мы собираем все в два раза, провязываем три ряда, еще раз собираем, провязываем и стягиваем. Все. Мы делаем массовую убавку на том количестве рядов, которые у нас не хватает. Поэтому я вам говорила вначале, что мы четко макушку считать не будем, и посмотрим уже по месту. Это гораздо-гораздо удобнее. Поэтому сейчас по месту смотрим, сколько нам не хватает, и исходя из этого делаем стяжку. За один раз, либо за два, либо за три. Но учтите, что последний раз мы должны провязывать буквально пару рядов. Чем дальше от центра, тем больше количество рядов между убавками мы провязываем. Чем ближе к центру, тем меньше количество рядов. Иначе у нас будет не гладкая макушка, а такой пимпочкой стоять. У меня еще есть возможность повязать, поэтому я еще раз делаю убавку два на третий, а потом уже буду собирать все, провяжу четыре ряда, и соберу уже на каждую иглу по две петли, два ряда, и сделаю стяжку. То есть на все петли соберу на рабочую нить. И будет вязание закончено. Для оформления шапочки мы должны связать вот такой шнур. Шнур для того, чтобы завязать бантик и сделать макушку. Шнур вяжется очень просто. Берется три иголки. На макушку можно четыре. Три-четыре иголки. Любым способом делается начало вязания. И вяжется. Это и весь шнур. Как определить его длину? Это самое простое вязание. Вязание шнуров. Провязали немножко и потянули. Шнур сворачивается в совершенно четкий рулик. Причем рулик становится настолько плотным, вот смотрите, что уже даже не найти, где у него начало, где конец. То есть рулик никуда не денется, он не деформируется, не разворачивается. Это полноценный рулик, очень быстро вязанный. То есть вот таким способом, быстро-быстро просто работая кареткой, мы вяжем нужное количество рядов. Причем после того, как мы рулик потянули, он уже таким и останется. Он не станет длиннее, он не станет короче. То есть вот это его окончательная длина. Можно определить прямо на вязальной машине. Вот так вяжем рулик на макушку, будет делать бантик, и рулик на стяжку над полями. Можете делать, можете не делать, но мне кажется, что в таком виде шапочка наша будет гораздо интереснее. Хочу вам показать еще один интересный момент, как снимать шапку на стяжку. Вот у нас петли висели на иголках. Мы берем рабочую нить. Вот она. Вот. Мотка. Делаем вот такую петельку, вдеваем ее в иглу, и вот этой вот петлей продеваем через все петельки. У нас получается вот так, вывернутое вязание. То есть вот здесь выходит вот эта вот петля наша, отсюда рабочая нитка. И теперь, когда я тяну за рабочую нить, смотрите, что происходит. У меня, мне достаточно будет крючком зацепить вот эту вот петельку и начать сшивать шапку. То есть не нужно обрывать нить непонятно какой длины. Вот эта вот петля, во-первых, она более стабильна, она крепче стянет, чем если бы я просто оторвала нитку и проделала ее через все петли. Вот таким способом гораздо предпочтительнее делать стяжки. То есть мы делаем петлю, этой петлей продеваем через все петельки шапки и стягиваем. Вот, смотрите, у меня получается рабочая нить. Я ее тяну. Главное не упустить. И вот получается вот такая петелечка, которую я просто продеваю крючком и зашиваю. У меня отличная стяжка. Сейчас я ее вытяну, чтобы она у меня случайно не распустилась. А когда будем сшивать, я вам еще раз покажу, как с этой петелькой обращаться. Вот наша шапочка. Нам осталось только сшить и оформить ее бантиком с одной стороны и завязочкой с другой стороны. И, собственно, шапочка готова. Вот у нас практически готовая шапочка, панамка. Осталось только сшить ее и продеть шнуры. Для того, чтобы сшивать, мы складываем лицо с к лицу, скалываем булавками шапочку. Это обязательно скалывать булавками, потому что иначе мы не совместим полоски. У нас не должно быть вообще видно, что мы шапку сшивали. То есть мы будем сшивать так, чтобы она казалась цельновязной. Поэтому мы делали рисунок такой, чтобы он не прерывался по кругу. Это очень важно. Совмещаем цвета и скалываем эти места булавками. Это обязательно совместить вот эти точки. Это очень важно. Все полоски надо совместить. Сшивание это полдела. Это не скажу лицо, но можно очень красиво связать, но плохо сшить. И вещь будет испорчена. Поэтому наша задача сейчас сшивать очень аккуратно. Сшивать будем за тот самый петельный столбик, который мы с вами оставляли для для сшивания. Поэтому вот эту вот петельку, которую у нас после того, как мы стяжку делали, оставляем очень аккуратно, чтобы ее не упустить. И так продеть через нее петлю уловитель. Ищем петлю уловитель. Стяжка у нас с одной стороны, с другой петля. Продеваю аккуратненько первый петельный столбик с одной стороны, первый петельный столбик с другой стороны, с самого-самого верха. после этого ловлю уже петлю через которую я надеваю на петлю ловитель и затягиваю если я сделаю это раньше мне будет очень сложно найти как раз вот это вот начало начало сшивания очень аккуратно затянули проверяю что у меня макушка хорошим тут состоянии находится подтягиваю подтягиваю очень хорошо все затем там и начинаю сшивать вот беру первую меня петлю ловитель на котором два петельных столбика с каждой стороны и петля от нитки и просто вытягиваю петельку из рабочей нити беру следующую петельный столбик и сильно натягиваю нить видите нитка натянута пальцем она вот она натянута и прошиваю следующий петельный столбик натягиваю вязание то есть желательно конечно натянуть и вязание и нить тогда шоу будет идеальный для этого оттягиваем вот так вот вязание либо что-то тяжелое положить либо по руками коленками как угодно но не должна быть натянута должно быть натянута изделия тогда она не будет стянуто и должна быть натянута нить тогда у нас будет очень крепкий шов это будет идеальное сшивание за один петельный столбик и сшиваем всю нашу панамку вот таким вот способом доходим до желтого меняем нитку естественно мы зеленый не будем сшивать вот здесь вот можно было вот эти вот ниточки оставить по длине и сшивать прямо ими это тоже как вариант но не оставила можно и не оставлять значит зашью желтенькой все сшиваем вот таким способом за один петельный столбик нашу панамку после того как мы сшили смотрите что у нас получилось вот такая праздничная панамка я даже не вижу где шов то есть я могу его найти если вы сейчас углядите где шов это будет очень хорошо вам показываю как надо сшивать в идеале шва не видно нигде на самом деле шов вот он с изнанки его видно снаружи его нет вы просто нет рисунок не прерывается нигде все идет целиком как шло так и идет практически круговая вязка на самом деле шов есть и за счет того что мы делали большую убавку на наших уголочках на треугольниках видите он стоит на шапочка стоит совершенно плоским кругом таким весь поля вполне полноценные очень даже хорошо получилось вот макушку я не отпаривала она вот такая вот фактурная и но если над отпарить и натянуть на банку она разгладится и перестанет иметь такие вот волнистый край теперь можно померить на ребенка я померила все отлично получается покажу вам все вместе когда оформим макушку и шнур проденем в эти дырочки которые после 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 уголков значит шнур покороче я его связала для того чтобы оформить макушку поэтому сейчас берем иголку и просто сшиваем наш шнурок между собой можно просто связать между собой если вы хотите можете связать целую кисть вот таких вот не не два шнурочка чтобы торчали наверху а много много-много целый целый помпон можно делать из вот таких вот шнуров то есть большой большой большую сборку делаете вас получается полноценного такой огромный помпон торчащий такая зель зелень из макушки поскольку это цветочек все-таки вот смотреться очень-очень хорошо так связываем макушку не макушку а шнурок для макушки надеваем угловку беру еще серединку серединка вот справить немножко серединка и сшиваю серединку сначала вот получили такой вот бантик замечательно и теперь просто пришиваем его на на верхушку можно привязать можно пришить как как угодно с ниточкой все это завяжу пришивать макушку вы и сами прекрасно умеете это уже делали наверное все мы тут особо объяснять думаю нечего вот закрепили связали ниточки закрепить лучше как как следует потому что если ребенок маленький он будет пытаться оторвать возможно это все но тут вы уже сами знаете надо вам это или не надо и выворачиваем все это на изнанку моя задача просто показать вам как как это выглядит вы уже прикрепите свою макушку как как надо вот получился получились такие вот веточки торчащие сверху и теперь вдеваем шнур длинный длинный шнур у меня есть приспособление для продевания если нет такого можно взять обычную английскую булавку все что угодно и продеваем но сначала определяем где у нас будет бантик бантик может быть сзади может быть спереди может быть сбоку где угодно относительно шва но я сделаю бантик сзади вы смотрите померяем и так и так просто продеваю шнур затягивать его лучше на уже на голове ребенка чтобы знать что не перетянули во первых это идет и украшение и как бы фиксация шапочки так все приспособление больше не нужно хвостики со шнура естественно надо затянуть и убрать внутрь они не нужны хотя вот на такие вот хвостики когда они болтаются очень хорошо надевать бусинки если на каждую надеть бусинку там зелененькую красненькую какой-нибудь это будет еще больше украшения поскольку детские вещи нам позволяют это буйство красок фактур и и чего угодно то есть чем ярче и пестрее наша детская вещь тем веселее и и и симпатичнее смотрится ребенок то есть на детях не надо экономить краски пускай они будут яркие красивые поэтому красная бусина какая-нибудь будет очень даже хорошо здесь смотреться осталось всего лишь затянуть бантик 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 уж все умеют завязывать мы просто завязываем любой бантик так выравниваем выравниваем конечно одна длине другой короче завязываем бантик и все шапочка готова чем больше у нас будет шнур тем пышнее будет бантик тем симпатичнее это все будет смотреться все вот такая у нас шапочка надеваем ее на модель идеально бантик сзади бантик сбоку бантик спереди где где угодно еще можно длинный бант сюда вообще будет просто здорово яркая пестрая летняя фанамка поля стоят совершенно четко фанамка у нас получилось пока 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 пока